Здравствуйте! В эфире «Время жить»! Программа о здоровом образе жизни, правильном питании, медицине, красоте и фитнесе. Сегодня вы увидите. Родинки. Как отличить опасные от здоровых? Вегетососудистая дистония. Как с ней бороться? Фитнес. Нюансы и тонкости тренировки. Родинки встречаются практически у каждого. Гадалки читают по темным пятнышкам на коже знаки судьбы. Эстеты ценят мушки как признак красоты. Дерматологи же видят в родинках повод для беспокойства. Ведь безобидные кожные образования могут перерождаться в злокачественные опухоли, меланомы, развивающиеся из тех же пигментных клеток кожи, откуда берет начало и родинка. На что нужно обратить внимание, чтобы не пропустить перерождение родинки. Симпатичные отметины на теле, которые все называют родинками, испокон веков считались секретом дамского очарования. Но оказывается, эта составляющая неповторимого женского шарма может обернуться для своей обладательницы серьезными проблемами со здоровьем. Конечно, само по себе наличие родинок на теле еще не повод для волнений. Просто для того, чтобы избежать возможных неприятных последствий, нужно внимательнее относиться к ним. Самое главное, что должен понимать человек, что любая врожденная родинка, родинка, с которой он выходит из-за трубы мамочки, это так называемый облигатный или, как мы более, так сказать, по-простому называем, обязательный предрак. Поэтому, на самом деле, в большинстве стран Евросоюза практически везде за рубежом все те родинки, которые больше одного сантиметра в диаметре, ибо они, как правило, являются врожденными, они удаляются скринингово, то есть практически у всех детей до достижения ему 14-летнего возраста. Родинки – это бытовое название врожденных и приобретенных пигментированных образований на коже, чаще в виде темно-коричневого пятна или горошины. В медицине существует специальный термин – невус, который обозначает такое пигментное образование кожи, как родинка. Каждая родинка, приобретенная, она должна проходить в течение своей жизни определенную стадийность, несколько определенных последовательных стадий своей жизни. Сначала она появляется на коже в виде маленького, коричневого, плоского, не поднимающегося над поверхностью кожи пятнышка, и дальше с течением времени каждая эта родинка, она начинает изменяться. В жизни каждой приобретенной родинки принципиально выделяют две стадии. Первая – от момента ее появления до того, как она полностью поднимется над поверхностью кожи и станет абсолютно бесцветной, то есть не будет отличаться от окружающего кожного покрова. Тогда эта родинка уже не будет представлять никакой онкологической опасности. И именно тогда люди могут совершенно спокойно эту родинку удалять или не удалять. То есть фактически тогда она уже никакой онкологической опасности не представляет, и человек может совершенно спокойно смириться с ее существованием, либо удалить любым из имеющихся в настоящее время эстетически приемлемых способов. Пока в родинке сохраняется хотя бы одна клеточка, производящая так называемый меланоцит, образование представляет собой пусть минимальную, но опасность. Хотя в большинстве своем родинки это доброкачественное образование кожи, некоторые из них могут быть минами замедленного действия. Врачи напоминают, что существует ряд признаков, когда человеку необходимо обратить пристальное внимание на свою родинку. В этих случаях нужно немедленно обращаться к врачу. А симметрия образования, то есть если родинка несимметрична по любому из своих диаметров, то есть если ее нельзя сложить вдвое, она как-то будет одинаковая. Тогда, естественно, это первое показание для ее осмотра и более пристального изучения. Еще один признак, который является показанием для внеочередного осмотра доктором, это неровная черта необразования. Следует обратить внимание и на окрас родинки, если она имеет более двух оттенков коричневого или ее диаметр больше одного сантиметра. Также не стоит откладывать визит к специалисту. Все родинки на теле человека, они, проходя эту динамику, то есть поднимаясь и утрачивая оттенки коричневого, должны это делать более или менее синхронно. Если какая-то одна или несколько образований, появившихся примерно идентично с разницей буквально в 2-3 года, ее не проходит, эту динамику, тогда это и пятое показание для внимательного осмотра именно этой опухоли кожного покрова. Есть два основных принципа профилактики – не травмировать родимые пятна и не подвергаться слишком сильному солнечному облучению. Чем больше человек травмирует свою родинку, чем больше человек облучает ее ультрафиолетовыми лучами, неважно, в солярии, на пляже, где-то еще, тем он больше отодвигает период наступления этой абсолютной доброкачественности. Если вы находитесь в группе риска, возьмите за правило регулярно раз в год показываться врачу-специалисту. Вегетососудистая дистония – заболевание очень распространенное. Главная ошибка многих людей, страдающих этим недугом – несерьезное отношение к нему. Ведь синдром вегетососудистой дистонии – ничто иное, как ошибка в работе такой невероятно сложной системы, как человеческий организм. И результаты таких ошибок могут оказаться самыми непредсказуемыми. Наша вегетативная нервная система выполняет роль главного регулятора внутреннего равновесия в организме. Сбой в работе этого суперкомпьютера под действием внешних и внутренних факторов незамедлительно отражается на состоянии здоровья человека. Чаще всего вегетососудистая дистония возникает и проявляется у молодых людей, чаще у женщин. И в большинстве случаев они носят психогенный характер. Возникают из-за эмоциональной неустойчивости. И одна из прямых причин – это недостаточная тренированность вегетативного тонуса. В классическом варианте, в точном неврологическом понятии, у вегетативно-сосудистой дистонии три формы. Врачи считают, что из всех видов дистонии наиболее значимы гипервентиляционные атаки, или так называемый психовегетативный синдром. Это расстройство в большинстве случаев носит психогенный характер. Проявляется в чувстве нехватки воздуха. И вслед за чувством нехватки воздуха возникает своего рода паническая атака. Это чувство страха, сердцебиения, онемения рук и ног, императивный позыв на мочеиспускание. Чувство страха смерти доминирует над всем этим состоянием. Но это состояние при ознакомительном подходе, признании этой ситуации довольно легко снимается дыханием в закрытое пространство, в мешок. Когда накапливается количество углекислоты, то это состояние быстро снимается. Вегетасосудистая дистония – это совокупность симптомов, поэтому лечение должно быть комплексным. Так как современная наука считает, что это заболевание в значительной степени психогенное, то есть является отражением бушующих внутри человека, психологических конфликтов, детских обид, пережитых страхов, прежде всего нужно обрести психический покой. Самое главное – это полюбить свой организм и не считать его больным. Я сейчас к своему клиническому возрасту созрел к такому рассуждению, что вегетасосудистая дистония – это довольно печальное событие, когда им заболевает молодая женщина. Почему? Потому что она внушает это состояние болезни, к сожалению, своим детям. И у детей появляется тот же самый болезненный статус. Поэтому от вегетасосудистой дистонии молодым женщинам нужно избавляться. Симптомы данного заболевания очень разнообразны. Связано это с тем, что центральная нервная система регулирует все процессы в организме. Если связи в ней нарушаются, страдают практически все органы и системы, поэтому состояние требует быстрой коррекции. Вредные привычки, такие как курение, усугубляют течение заболевания. Избавиться от вегетасосудистой дистонии помогает именно здоровое отношение к жизни. Наиболее мощным и натуральным методом является зарядка. Существует два вида тренировок – это физический тренинг и температурный. Наиболее оптимальный режим – это утренний тренинг ежедневный, невзирая на дни недели или праздники. И после утреннего тренинга, утренней зарядки, надо принимать контрастный душ. Вот эти процедуры, если они повторяются систематически, делаются каждый день, они убедительно и достоверно выправляют ситуацию. Но вот, чтобы делать это каждый день, каждое утро, вот это самое сложное. Вот тут возникает чисто волевой вопрос. И тогда возникает следующий вопрос – что человека хочет от своего организма? Если он хочет, средства нетрудные, недорогие, доступные, они всегда с нами, с вами. Что касается медикаментов, то здесь дела обстоят так. Во многих случаях я избегаю назначения лекарства, только в крайних случаях. И главным образом назначаются так называемые вегетобалансирующие препараты. Это препараты, которые содержат в себе альтернативные вещества, одновременно тонизирующие и успокаивающие. Вот такой балансирующий подход с точки зрения медикаментозной терапии наиболее приемлемый. К сожалению, в клинической практике назначают огромное количество лекарств. Часто даже за рамками конвенциональных лекарств. Это гомеопатические средства, это несколько устаревшие галеновые препараты. Они могут иметь значение. Но только тогда, когда они слегка улучшают состояние человека и дают ему возможность заниматься своим телом, своими сосудами, своим эмоциональным состоянием. Специфика вегетососудистой дистонии требует особого отношения к себе и окружающему миру. Просыпаясь утром, настройтесь на то, что день пройдет благополучно и без лишних ссор. Лучшее средство от вегетососудистой дистонии – это отогнать от себя тревоги и переживания. Такое отношение к себе и окружающим быстрее приблизит вас к выздоровлению. Для того, чтобы достичь отличной физической формы, нужны регулярные тренировки. Важно знать о правилах разминки, количестве подходов, правильности выполнения упражнений. Но не только. Желаемого результата помогут достичь и некоторые тонкости и нюансы тренировок. О них мы и расскажем дальше. Можно ли пить воду во время тренировки? Этот вопрос со временем не утрачивает своей актуальности. Прислушиваясь к мнению посетителей тренажерного зала, зачастую можно услышать абсолютно противоположные точки зрения. Одни атлеты считают, что употреблять жидкость во время тренировки не следует. А другие утверждают, что пить не только можно, но и нужно. Как же дела обстоят на самом деле? Пить можно сколько вы хотите. Но наличие большого количества жидкости в желудке не должно мешать вам выполнять упражнения. Допустим, если вы на тренировку напились до двух литров воды, потом пресс к концу тренировки качать, когда у вас жеватель все булькает, это очень тяжело и нереально. Поэтому все должно быть в меру и в пределах разумного. Хотите, чувствуете, жажда появляется. Допустим, делали подход два. Сделали глоточек небольшой воды. Не надо стаканами воду глушить. Во многих спортивных центрах сегодня есть сауна. Как часто ее можно посещать и как долго в ней находиться? Некоторые любители таких температурных процедур посещают сауну после каждой тренировки. Но полезно ли это для нашего организма? У спортсменов профессиональных, у них сауна раз в неделю происходит. Делать сауну 3-4 раза и 5 раз в неделю, если вы столько раз занимаетесь, как бы это не очень хорошо. Потому что сауна в одежде высокой температуры – это та же самая физическая нагрузка. Нагрузка на сердце. То есть помимо того, что вы занимались в зале, организм у вас уставший находится, вы сауной его еще добиваете до конца. А если это достаточно для предложительной сауны? Я не говорю про 50-минутное посещение. То есть от такого маленького количества я вообще не вижу смысла в принципе. Начинающие спортсмены еще с первых занятий поднимают вопрос. Если болят мышцы после тренировки, что делать в этом случае? На самом деле болевые ощущения в мышечной ткани после интенсивных занятий – это норма. И все же, как уменьшить болезненность мышц? На следующий день меньше болит, когда и проходит контраст. Когда, то есть, мы воздействуем большой температурой и сразу, допустим, под холодную воду. Этим самым мы увеличиваем кровоток в мышцах. Соответственно, все продукты оттуда быстренько извлекаются. Продукты распадают. Еще один частый вопрос – можно ли есть сразу после занятий? Многие тренеры и диетологи уверены, что употребление пищи после посещения спортзала крайне необходимо. Даже если вы совсем не ощущаете чувство голода. Что-нибудь съесть нужно обязательно. После тренировки в течение 30-40-50 минут у нас открывается белково-углеводное окно. В этот момент организм очень остро требует каких-либо в него вложений. Энергетических, белковых. Для того, чтобы быстро восполнить свои потери и чтобы начался процесс построения мышечной массы, как таковой. Поэтому обязательно после тренировки нужно потреблять только правильные продукты. Я не говорю, что надо есть котлету с макаронами. Нет. Это уйдет у вас не туда совершенно. Эти все продукты отложатся в бока, мочные изделия. А я говорю именно про правильные. Допустим, бананы те же самые. Потому что у них очень много углеводов. Очень полезный продукт после тренировок. Потом, как ни парадоксально, зефир. То есть очень богат углеводов. Углеводным очень богат. И как бы никуда лишнее это никуда не уйдет. Не забывайте о главных правилах тренировок. Начинайте с разминки. Увеличивайте нагрузки постепенно. Занимайтесь систематически. Тогда вы добьетесь желаемых результатов. По различным опросам на сегодняшний день самолечение в нашей стране процветает. Однако всегда следует помнить, что никакая аннотация не заменит консультацию. Нужно не прописывать себе таблетки. Это сделает доктор. Самостоятельно можно назначить себе занятия физкультурой и правильное питание. Все это, несомненно, пойдет на пользу вашему здоровью. Редактор субтитров А.Семкин